Если государство управляется в началах разума, то надо стыдиться, если есть бедность и нищета. Если же государство управляется не в началах разума, то надо стыдиться богатства и почести. Ну то есть правитель всегда будет богатым. И так, и так. Но почему, когда он на разум управляет, правитель почему становится богатым? потому что все просветает. Если управляется неправильно, нищета кругом, то надо стыдиться своего богатства. Ты что на фоне этой нищеты зачем наживаешься? Вот такая философия. Но это не касается нашей ситуации, в которой мы сейчас живем. И сразу возникает вопрос, какой у нас правитель? Какой у нас правитель? Какой ответ? Хороший правитель. Путин у нас правитель. Да, хороший у нас правитель. Вот. Потому что если мы скажем по-другому, тогда возникает очень много противоречий потом. Допустим, мы говорим, у нас плохой правитель. Так? Мы считаем его плохим, да? Но веды говорят, что вот какой тебе положено, какого правителя, которого ты заслужил, такой у тебя и правитель. Это закономерно все, не бывает никак по-другому. А, ну тогда хороший. А Сталин в свое время? Сталин в свое время был поздно. Правитель или не правитель? Масоны. 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 Или мировой бизнес. Там это кучка людей, которые держат мир, там все прочее. Какая вам разница? Все равно помирать скоро. Знаете, я вам такую вещь скажу. Вы не беспокойтесь об этом. Знаете, почему беспокоитесь? Потому что вы сильно привязаны к той ситуации, в которой вы находитесь. Веда говорится, если какое-то место постоянно сильно чешется, лучше не чесать. Иначе просто в кровь разделешь, и статистика будет не в нашу пользу. Будешь целый день сидеть и чесать просто, и все. Лучше терпеть. Лучше не чесать. Это самый лучший вариант. Какое место у человека постоянно чешется в жизни? Кто мной управляет? Кто мной командует? Кто такие вообще? Ну кто такие вообще командует? Это постоянно чешется. Вот место постоянно чешется. Поэтому в ведической культуре в древней считается, что если ты не пытаешься искать хорошее в старших, ты обречен. Ну допустим, давайте приведем пример. Вот смотрите, допустим, я пришел на работу. Начальник козел. Долго я проработаю на этой работе? Нет, скоро уже будет до свидания. Очень скоро. Начальник только узнает, что он козел. Ну сразу ты и уйдешь с работы в этот же момент. А скрыть же невозможно, ты же общаешься со всеми. Эта тема постоянно обсуждается. Кто начальник? Козел или не козел? Она постоянно обсуждается, эта тема. Если козел, то есть два варианта. Или сказать начальнику очко сделать, что он так тебя считает. Или просто тоже считать его козлом. Понимаете? Называется бескультуре просто. Бескультуре. Там живут несчастные люди, дикари, на лицо ужасные, добрые внутри. Крокодил не ловится, не растет кокос. Это означает дикая жизнь. Когда мы обсуждаем своего правителя старшего, дикая жизнь. Есть недостатки, ничего страшного, это нормально. Дикая жизнь. Понимаете? То есть первое, что человек должен в своей психике утвердить, это то, что мне Бог дал, то, что мне положено. И я это уважаю. Я уважаю своих родителей, первое, как бы они ни жили. Я уважаю также правителя своей страны, как бы он себя ни вел. Я не знаю, почему он так себя ведет. Я не могу этого понять. Я вот могу понять, например, что у меня небольшой коллектив появился, да, там 50 человек. И уже тяжело, стало тяжелее жить. Постоянно идет вот это вот, ну, постоянно тебя могут вывести из равновесия. То один человек, то другой уже тяжело. А если 150 миллионов, это же все влияет, связи все остаются. Как тяжело человеку. Не наше дело. Дал Бог человека, надо молиться за него. Вот раньше в древней культуре за царя молились все, за правителя молились. Государство становилось сильным, очень сильным. Если мы поливаем, если мы кормим корову с аллофанным пакетом, Давид выдает бензин. То есть, если мы поливаем мужа дерьмом, он становится дерьмом. Если мы поливаем плохо правителям, не своей верой, то значит, в нем нет энтузиазма управлять этой страной, где его ненавидят. А? Если обратно, если мы с верой относимся к старшему, у него, он окрыляется, у него вырастают крылья, чтобы править такую страну. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,